Уважаемый Алексей Ильич, поясните, пожалуйста, какой смысл показывать душе после смерти рай, если она уже ничего исправить не может, а реинкарнацию христианство не признаёт? Садом понятно, что говорил, натворил при жизни, зато и получил. А вот с раем у меня вопрос, простите за невежество. Нет, ну какое же невежество? Действительно, вопрос у каждого возникнет, это вполне понятно. Ну, конечно, вызовите мне вопрос, как человеку, который там был, конечно, всё знает, и уже он сейчас вам всё расскажет. Это я понимаю, и спасибо вам за такое доверие. Но мой опыт, к сожалению, был всё-таки очень ограниченный. Ограниченность состоит его в том, что он нулевой. Но предположение определённое мы можем сделать, исходя из, так сказать, ну, общего контекста, как говорят, понимания, контекста понимания, ну, того, что, с чем должен соприкоснуться человек и почему. Мысль главная такова, что, как здесь мы соприкасаемся с вами, с добром и злом, и здесь мы постоянно должны делать этот выбор. Постоянно. Во-первых, в самом себе внутри, в котором никто не видит. Мне пришла мысль какая-нибудь зла на какого-то человека. Ну-ну, как я начну её развивать и доводить себя до состояния кипения? Или тут же угошу и всё. Замолчи, перестань. И без тебя хватит. То здесь, как у нас происходит постоянный выбор между добром и злом, так, точно то же самое будет процесс и там. Мы же должны понять, что вечность начинается здесь. Только сейчас она, эта вечность у нас, ограничена во времени. Ведь, знаете, у Платона, великого философа, ученика Сократа, есть такое определение времени. Время, говорит он, это движущийся образ вечности. Правда, интересно? Абсолютно непонятно? Абсолютно непонятно. Но интересно. И чем непонятнее, тем и интереснее. Мы же это знаем. Да. Так вот, в данном случае можно полагать следующее. Следующее. Что и по смерти человек соприкасается тоже с двумя реальностями – добром и злом. Последовательно. Сначала душа соприкасается с добром. Церковь определяет это даже в некие временные рамки. Говорит, с третьего по девятый день. Душа, образно говоря, ходит по раю. Ну, вы знаете, это вот на уровне таком, ну, детском, но другого слова не скажешь. Что душа в это время соприкасается, если хотите, вот с добром или с добродетелями самими по себе. Вот, со смирением, с любовью, с милосердием. Так, как я отнесусь к этому? Выбирал ли я здесь? Нравилось ли мне это? Стремился ли я к этому здесь? И вот здесь происходит реакция души на это. Она или всей душой к этому – да, это то, о чем я только и мечтал, или – нет, 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 нет. Иди, питайся и грейся, от меня-то ничего не получишь. Душа, которая здесь была жестокой, здесь, которая судила всех и вся, здесь, которая наполнена неприязнью ко всему, она и там отвергнет эти вещи. Это не мое. Это не мое. Это не мой мир. Мне это не нужно. Я помню, как въехал однажды в купе, один морячок, там еще кто-то такой был, этот морячок, так сказать, выпил немножко, да, и говорит, «На что мне этот рай нужен?» «Да ни за что я ни в какой рай не пойду. Мне нужно вино, девочки, музыка, все. А этот рай, что я там буду делать?» Он бедный, прям даже у него волосы чуть на голове не поднимались от одного слова «рай». Так вот, так вот, то, что у нас самым простым языком говорится, просто детским почти, что душа посещает обители рая. То есть душа в это время оказывается перед лицом вот того, что мы говорим «добродетели». И как она отреагирует на это? Ее это мир или нет? Стремилась она к этому или нет? Вот, что означает посещение рая. Затем, затем, с девятого по сороковой день, она оказывается перед другими реальностями, которые на церковном языке называются мытарствами, перед другими реальностями, перед страстями. Ну, как теперь отреагируешь? Вот, воровать я всю жизнь воровал. И тут, смотрите, ух, мое, ура! Наконец, нашел себе сродное. Не привожу других примеров, может, каждый привести. Опять испытывается душа. К чему она стремилась? Что она хотела? Что она нашла свое? И вот, и вот тут, оказывается, интереснейшая вещь. Почему христианство предупреждает о том, чтобы мы здесь уже избрали твердо добро, независимо от того, хотя бы мы и падали, как говорят святые отцы, упасть – дело человеческое, а лежать, то есть оставаться в этом, дело дьявольское. Так вот, если человек боролся все-таки с тем, что он видел, что это является злом, он все время поворачивал свою голову в сторону добра, то он и там, увидев вот это все зло, не примет его, не примет, отвернется от него. Почему это так важно? У Антони Великого есть замечательные слова. Говорит, когда человек старается жить честно, по совести, свято, старается, я не говорю, что живет, а старается жить искренне, он соединяется с Духом Божьим. Если же он отвращается от этого и начинает жить противоположным образом, то он соединяется, и он произносит, я вам сказал, слова страшные, человек тогда соединяется с демонами-мучителями. Вы слышите, оказывается, мы все время духовно соединяемся с тем или с другим. И не просто с демонами, с демонами-мучителями, потому что каждая страсть, каждая страсть, это есть страдание души. Так вот, по смерти душа теряет свободу. Она уже соединяется, естественно, с тем, к чему она стремилась в этой земной жизни. Вы слышите? Вот в этом, в этом, так сказать, вот, если хотите, страх по смертной жизни, я бы сказал, именно страх, там уже нет свободы. Теряет она эту свободу. Как, знаете, как вот алкоголик, теряет полностью свободу. Он говорит, ну, не пей, ты же все же, все. Не могу. Не может. Уже нет свободы. Нет воли у него уже. Мы говорим, безвольный человек. Что с ним делать? Ему нельзя дать на хлеб. Он не купит хлеб, а пойдет купит водки. Безвольный. Вот, оказывается, что происходит по смерти. Отнимается воля. И уже душа естественно соединяется или с духом добродетелей, духом Божьим, или, и вот тут очень важно, с демонами мучителями. То есть, начинается страдание. Ну, представьте себе только любую страсть. Представьте себе, когда душа вот вся в эту страсть погружается, находит свое, а осуществить-то ее уже не может. Тела-то нет. Того мира окружающего нет. Она вся сгорает от тщеславия, а не перед кем тщеславиться. От чревоугодия она есть не может. Вот. Вы подумайте. И так далее. Вот начинаются страдания. Почему церковь предупреждает заранее? Человек, стремись. Бог верит в твои силы. Пусть они ничтожны. Но если ты стремился, то и там ты не соединишься с демонами-мучителями. И ты получишь освобождение и спасение. Вот такова ситуация. Значит, душа испытывается как на добро, так и на зло. То есть, продолжается та же, та же линия земной жизни. А если хотите, даже не земной жизни, а начиная с райской жизни, помните древо познания добра и зла. Вот откуда оно начинается. И вот куда возвращается. Вот так. Продолжение следует...